Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Я Хочу Сознать. И сегодняшний видео будет о кулинарном гороскопе или кто готовит всех вкуснее. Желаю всем приятного просмотра по окончанию видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. Ну а я начинаю. Определить кто готовит лучше всех на основе кулинарного гороскопа задача весьма субъективная, так как каждый знак зодиака обладает своими уникальными качествами, которые влияют на их кулинарные способности и стиль приготовления пищи. Вот как каждый знак зодиака проявляет себя на кухне. На первом месте скорпионы. Скорпионы без раздумий могут замахиваться на блюда в высокой кухне. Их опыт и талант позволяют это делать. Скорпионы воистину считают фиртозами того, что касается кулинарии. Они не терпят обыденность, поэтому никогда не станут разменивать себя на примитивные блюда, такие как суп с фрикадельками, жареная курица или макароны по-флотски. Скорпионы, если и берутся, готовят и сразу же начинают с чего-то сложного. Они с большим интересом подходят к высокой кухне, поэтому легко оселят равиоли из фуа-гра и трюфелем в курином бульоне. И для них нет ничего невозможного. На втором месте дева. Девы искренне любят готовить, а не есть или кормить семью. Им очень нравится процесс готовки, когда кухня буквально кишит от атмосферы безумных кулинарных идей. Девы предпочитают правильное питание, поэтому их меню всегда спалансированное, полезное и чрезвычайно вкусное, что просто пальчики оближешь. Приготовление еды для дев подобно медитации, ведь таким образом они расслабляются и отдыхают после сложного дня. Девы не против часами стоять у плиты, чтобы родные и гости были накормлены и попросили еще добавки. Они любят придумать новые рецепты или совершенствовать старые. Козирог На третьем месте в пятерке лучших кулинаров стоит именно козирог, который готовит хорошо, но мопы и лучше. Козироги, как настоящие перфекционисты, всегда стремятся к совершенству. И свое стремление они проявляют даже на кухне. Представители этого знака любят готовить шикарные блюда для себя и своих близких, чтобы порадовать домочадцев, которые возвращаются домой после напряженного трудового дня и хотят расслабиться за прекрасно серверованным столом. Телец на четвертом месте. Этот знак в буквальном смысле обожает все, связанное с едой. Готовка, кулинарные мастер-классы, рестораны, сети кафе и так далее. Даже обыкновенная борщ в их руках может стать блюдом мирового статуса. Недаром именно из стельцов получаются самые искусные кулинары. Они и поесть любят, и еду приготовить. Стельцы готовят прекрасные десерты и могут стать известными шеф-поварами, не хуже, чем французские повара, которые славятся своим кулинарным мастерством по всему миру. Ирак на пятом месте. С любовью и энтузиазмом занимаются кухни представители, родившиеся под созвездием брака. Они любят домашнюю еду и любят готовить сами. Они заказывают на дом пиццу. Стараясь готовить вкусную еду, раки таким образом хотят передать через нее свою любовь домочадцам. Останутся довольными и гости, которым раки покажут, на что они способны своим непроизводенным искусством в кулинарии. Весы на шестом месте. Золотая середина досталась весам. Весы любят вкусно покушать. Они настоящие гурманы, а значит умеют и готовить. Весы часто экспериментируют с новыми рецептами или же составляют их на ходу. Близнецы на седьмом месте. Редко можно найти близнеца, который будет готовить изысканное блюдо для себя любимого. Но стоит отметить, что этот знак любит и хочет творить на кухне. Близнец без страха может взять на себя готовку какого-либо трудного блюда. Овен на восьмом месте. Яичницу редко кому удается испортить, а вот сделать что-то большее не всегда в желаниях овнов. Овен плохо себя чувствует на кухне. Готовит с принуждением и чувством долго. Ему это не слишком нравится. Он даже не любит там есть. Он скорее выберет гостиную, балку или сядет перед телевизором. И на девятом месте рыбы. Рыбы способны готовить как все остальные. Однако есть один нюанс. Это происходит только тогда, когда у них есть вдохновение творить. Львы на десятом месте. Львы готовить не умеют ни из-за отсутствия кулинарного таланта. Представителям этого знака зодиака необходимо вдохновение, чтобы пойти на кухню. И часто бывает, что ко львам прибывают силы на готовку грена после шикарного ужина в итальянском ресторане. На одиннадцатом месте стрелец. На самом деле стрелец способен начать готовить вкусно только в экстремальных ситуациях. В обычные дни они сделают вид, что не умеют ладить с кухней вообще. Каждый день стрельцы выбирают простые и проверенные блюда. И часто они верны от традиционной кухни. Мясо, картофель и салат. На завтрак едят яичницу или хлопья, а на ужин горячие бутерброды с салатом. Однако, когда у стрельцов есть возможность, они стремятся пробовать новое. А еще любят так называемый кулинарный туризм. Люди этого знака зодиака не могут представить себе, что находятся где-то и не пробуют местные деликатесы. И на последнем месте, к сожалению, водолей. Готовят они нормально, но водолеям не нравится находиться на кухне вообще. Они могут приготовить обычный бутерброд с колбасой и назвать это блюдо кулинарным шедевром. Еда это не то, что их беспокоило бы слишком долго. Они думают об этом только тогда, когда голодны. Дорогие друзья, на этом все. Это был кулинарный гороскоп. Надеюсь, вам понравилось. Не забываем ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока. Это был канал Я Хочу Все Знать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...